И сочинем эти ладо всем по совести! Вот вы, женщина, вы можете поплакать, а мне что делать? Я что делать, серьезно говорю? Это что за сервис такой у вас? Это вообще издевательство. Я имею доступ ко всем функциям. Как я буду доказывать? На пальцах? Вы удостоверились? Да, да. Претензии есть к паспорту? Нет. Все. Ну, если вы некомпетентные, давайте поговорим с начальником. Присутствуют признаки преступления. Я не хочу отвечать за ваши действия потом. Почему не хотят? Я ее дописала. Дописали уже. Уже хотят. А что напугали? Это правда жизни. Я один, но у меня много. Благодарство. Все мне так говорят. Нарочно. Оценка минус один. Давайте напишем заявление. Вы здесь будете писать? Нет, я подумаю, текстовка бы эта сочинучить позже. Давайте я сейчас хочу сделать расширенную банковскую выписку по счету, вот по этой карте. И еще что-то хотел. И список всех счетов открытый на персонах. Еще паспорт не дадите. Так я же только что покажу. Нет, только не дадите. Вот, например. А для чего? Мы сейчас о другом. Мы сейчас о другом. Сейчас, чтобы я могла вам справку подоставить. Вы мне паспорт дадите в руку? Спасибо. Не хочу. И хотите его на этот? Масканку? Я могу за вас полистать. Вы уверены, что вы знаете, какие там должны быть введены? Не знаю. Вы скажете, перелистну. Я перелистну. Не вопрос. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, листай. Давайте. Где? Куда? Каждую страничку. А, каждую? Давайте. Сначала, да? Сначала. Давайте. Вот. Я ничего не скрою. Просто, понимаете, я правозащитник, и я знаю, что у вас есть внутренний регламент, да, по поводу этого? Конечно. Что надо сканировать там, смотреть. Но, опять же, нет ни одного нормативного правоакта, который обязывает меня вам передавать документы в руку. Не спорю. Я обязан его. Там написано, обязан хранить. Я не буду с вами. Угу. Эту бумагу проверял Следственный комитет, прокуратура, ОМВД города Сургута. Очень много кто проверял. Они меня все знают. Я не скрываюсь. Никаких проблем нет. Нормально все? Да, все хорошо. Еще? Вот, последний. Я здесь. Вот, второй, тридцать шесть, пожалуйста. Так, чтобы я видела, могу я набрать. Вот тут даже в конце написано, это, бережно хранить. Ну, это не, давайте, бережно хранить, все. Ну, разговаривать, мы все равно к вам с вами. Ну да, передавать-то нигде не написано. Так, какие, ну все можете брать. Какие выписки нужны? Расширенная банковская выписка. Какая информация нужна там? Все, все движения по счету. За какой период? Сальдо, там, чтобы было, как обрежено. За какой период? Ну, давайте за этот год. За 22? Да, 22. Достаточно. Мне, чтобы было видно, что я 24 января отправил денежку на карту Кинькофф, вот куда я пытался отправить 15 тысяч потом. То есть, был совершен платеж, перевод денежных средств 1000 рублей на карту Кинькофф. Успешно перевел. А последующий этап, 15 тысяч, меня заблокировали, все. Сервис заблокировали, все. Что-то я не вижу, 24 января. 1000 рублей. А по счету чуть позднее, там идет разница от 1 до 3 дней. По счету операции позднее перенесается. А вот здесь вот она есть. Видите? Где это? Господи. Дерехногами не вижу. Вот она, вот она, да. И комиссия за перевод это. Вот. Все. А дальше блокировка произошла. Тут же я пошел в банкомат, в том отделе не снял. Все нормально. Это что за сервис такой у вас? Ну ты вообще издевательствый. Я имею доступ ко всем функциям. Я могу заказывать выписку. Могу вообще закрыть сейчас счет, правильно? А, да. Вот же бумага есть? Да. Я могу закрыть счет. Я могу его там, не знаю, перевыпустить карту. Все, что угодно. Но вот Сбербанк онлайн я почему-то не могу разбортировать. Почему? Мне нравится ваш взгляд. Жаль, что... Он не попадет в видео. Если хотите, может попасть. И эту печатку хлеп. Обязательно. Чтобы подпись удостереть, только печать труда. Так, а список тех счетов, открытых на персонах. Что ж такое? Я только закрою ваш правильный. Все-таки нужно будет заказать. Все-таки нужно будет заказать. Почему? Ну, потому что я могу Сбербанк онлайн. Собственно, мы не сможем распечатать. Потому что она печатается как раз Сбербанк онлайн. Поэтому я вам закажу. Там будет розыск счетов. Ну, как справка на розыск счетов. Полностью вся информация о том, какие счета открыты в нашем банке, именно в Сбербанке. Не только в Сурбатии, но и в других городах. Будет предоставлено. Ничего не понимаю. То есть вы готовы предоставить список всех счетов. Но придется подождать только из-за того, что Сбербанк онлайн заблокирован. Я справлю не понимаю? Не только по этой причине. Я просто... Это не та справка, которую вы хотите. Я просто подумала, что, может быть, вам подойдет другая. Наталья, может, я неправильно разъясняю. Список счетов просто? По всех городах? По всему Сбербанку? Да. Производится по заявлению? Да. Вот сейчас мы его оформим. Давайте. Какие сроки исполняем? Спасибо. Озбучу, когда мы заполним сейчас там. Не, ну примерно хотя бы. А то вы оформите, а потом скажете, и все. Потому что я не буду оформлять. У нас не было условий. Если два года будет розыскать. Ну, два года нет. Не более 30 дней всегда любое заявление. А на ФЗ-59, понятно. А это обычный такой срок. Да, 7-14 дней можно достигать. Но не за день. Ну, давайте, оформляйте. Так, если вам нужна бумага от меня, я сам напишу. Если мне нужна на бумажном носителе от меня за корючка, я сам напишу. Действующих счетов или и действующих, и закрытых, с указанием закрытых? Всех. Закрытых в том числе, да? Всех. Нет. Открытых, закрытых, заблокированных, приостановленных, недействующих, любых, всех. Интересно, девушка, а почему время не указывается? Не надо со временем. Это очень важно. Я не вижу время. Может, колоночка уменьшила? Нет. А мне нужно со временем. Нет, я не смогу этого сказать. Ну как, у вас в приложении Сбербанка онлайн есть время, указано? Вы можете конкретно по данной операции сформировать выписку, распечатать, и там будут указаны. Здесь, в информации, я не смогу повлиять на информацию. Давайте тогда по всем операциям за 24 числа. А зачем вам по всем операциям за 24 числа? Потому что за 24 числа было заблокировано Сбербанку. Давайте одно сегодня не запомним. Добро. Тогда я пришел в следующий фонд. 17 дней максимально. Что там, смс когда придет? Да, смс сообщения придет с рестрационным номером обращения. Сегодня в течение дня, и потом, когда исполнен, он будет счет на смс. Все? Да, с этим все. Так, мне нужны... Так, ну давайте вот по времени, да? Мне задалось, что за 24 число нужно точно знать, когда, какая операция, во сколько часов, во сколько минут была совершена. Я могу вам только озвучить из программы. Ну как это озвучить? Я не смогу вам распечатать. Я не могу повлиять на формат документа. Тогда, пожалуйста, письменный отказ. Спечатьте с росписью. Будем через суд искребовать. Через иск по защите прав потребителей. Просто, а платежи... С компенсацией морального вреда. Нет, потому что мне надо зарегистрировать обращение, чтобы клиенту дали к ним информацию по платежу. Регистрируешь обращение, что вот такая операция, секунды, часа была проведена там-то, там-то... Ко мне вообще подошли, сказали, что СБО надо разблокировать. Мы СБО разблокировали список счетов. Потом клиент попросил выписку. Еще одно. А это все взаимосвязано. Я готовлюсь к суду просто. По защите прав потребителей. Ну, а что делать? Не хотят разблокировать и все. Мне устроить вот это бумажка, мне просто нужно за 24 число, мне нужно время, чтобы было указано. Да, но смотрите, так как это был перевод, если бы это был платеж, допустим, платеж, мы бы могли распечатать подтверждение платежа, платеж, проводимый именно Сбербанком. У вас это перевод. Вы же говорите, вы видите время в программе. В программе я могу, я могу только написать его, распечатать из программы, вот это, ну, нет функции такой распечатать. Скриншот сделать? Нет, банки нельзя делать скриншот. Скриншот распечатаемый, печать, распечатаемый, все. Нет, мы не можем вам делать скриншот своего программного распечатаемого. Ищите способ, как? Тогда я закажу для вас. Чего вам покажете? Чтобы они предоставили вам с обвинением. Кто они? Москва, что ли? Нет, не Москва, обрабатывают. Даже не суть, кто, какой город обрабатывает. Чуть не пойму. Анжела Занята, да? У вас это был перевод, это не платеж. Да мне какая разница, девушка, у меня вот в этом, Сбербанке онлайн, вы уведомлений, в смс. Везде пишется дата и время. Здесь у вас указана только дата. Я как потом в суде буду доказывать, что я сначала отправил успешно платеж, а потом мне 15 тысяч заблокировали. Как я буду доказывать? На пальцах? Это же время имеет значение. Временной промежуток. Я понимаю. Ну, а вы скрываете эту информацию, получается? Ну, мы тоже не намеренно скрываете. Ну, как ты не намерен? Потому что... Но программное обеспечение не подраз... Вы говорите, у вас в программе отображается. В чем проблема распечатывать скриншоты? Я считаю, что это намеренность открытой информации. Мы не можем вам печатать. Программное обеспечение. Ну, если вы некомпетентны, давайте поговорим с начальником. Ну, хорошо, откладываем этот вопрос. У меня есть еще один вопрос. Мне нужны все ответы, которые... Вот я к вам обращался, да, начиная с 24-го числа января. Несколько раз обращался. Там было 3 или 4 обращения. Вот. Мне нужны все эти ответы на все эти обращения. И сами обращения, и ответы на обращения в письменном виде, заверенном, надлежащим образом. Как говорят эти ваши сотрудники с номера 900, они говорят, обращайтесь в банк, и вам предоставят официальные ответы. Мне нужны официальные ответы, заверенные надлежащим образом. И в том числе все обращения с моей стороны, в том числе сегодняшние. Ну, 4 февраля, то, что вы обращались там вложениями в Симогу, распечататься, потому что вы обращались в ЕРКЦ. Какой ЕРКЦ? В контактную обращались. Да мне сам текст, что они там написали. Ну, номер обращения, текст обращения и ответ на это обращение. Все. Ваша печать, роспись. А что такое? Дул сотрудник? Что такое Дул? Документы, достоверяющие личности. Как ты не готов? Готов. Я предоставил. Ну, что вы... Для стана. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Не смысл. Нет. Вы поставили букву И. Это соединяющие. То есть, не готов предоставить Дул и сделай скан паспорта. Тогда удаляйте это обращение. Это не соответствует действительности. Вы хотя бы мне текст показывали для утверждения. Как вообще такое могли написать? Я же вам показывал в руках. Выпишите. Не готов. Предоставите. Еще сокращайте Дул. Дула, что ли? То, что мы сокращаем, это наш внутренний вопрос. Ну, это понятно. Мне же должно быть ясно. Я пытаюсь максимально быстрее решить все ваши вопросы. При этом сообщайте информацию о несоответствующей действительности. По сути, клют. Ну, новое формируйте. То отменяйте, новое. Я дополню то, которое было. И пропишу там, уберу букву И. Нет, включите так. Информацию о том, что клиент не согласен, предоставит ДУ, считает недействительный. Клиенту было предоставлено более 20 документов. В том числе паспорт в оригинале. Я укажу, что вы собственноручно полисдали паспорт в электромагии. Это же верная информация? Верная. И вы сказали, что все нормально. Вы удостоверились? Да, да. Претензии есть к паспорту? Нет. Все. Что еще раз? Еще что-то указать, помимо того, чтобы продиктовали? Продиктовайте, что там написано. Информацию о том, что клиент не готов предоставить паспорт, считать недействительным. Клиент пролистал паспорт в ультромагии. Сотрудник удостоверился в подлинности документов. Более того, клиент предоставил другие документы, удостоверяющие личность. В количестве 20 штук. Я не видела 20. Давайте пересчитаем, покажи. Нет. А что делать? Серьезно говорю? А какое значение имеет количество документов? Сделали ли количество? Ну, потому что вам именно обязательно нужен скан. Вам другие документы удостоверяющие. Я сейчас не просила вас... Нет, мы незаконные. Вот не хотят добавить это. Во-первых, сообщают недостоверные сведения обо мне. Что я отказался показать документы удостоверяющие личности. Это что такое? Вы поговорите с сотрудниками, чтобы писали правду в обращении. Потому что у меня на руках есть бумага, подписанная собственноручно человеком, который, я считаю, сообщил недостоверной информацией в Москву. Что я отказался предоставить документы удостоверяющие личности. Я считаю, что присутствуют все признаки... Я не согласен был с текстом обращения. Мы написали таким образом, как клиент захотел это. Под диктовку. Сейчас я это все распечатаю. Ну, заверю, клиент отдам. Вопрос в другом. Не хотят добавить информацию, чтобы я предоставил, в том числе, 20 документов. Почему не хотят? Я ее дописала. Дописали уже? А, ну вот. Уже хотят. Соответственно, смотрите. Я считаю, что в действиях сотрудника Натальи... ...присутствуют признаки преступления. Хлевета. Я не собираюсь... У меня есть все доказательства на руках. И в том числе, я не собираюсь эту тему развивать. Но я прошу внимательно относиться к тому, что вы пишете. Пожалуйста. По-человечески, прошу. У нас другой изначально вопрос. Сейчас я... Вы написали? Еще раз продиктуйте, что вы написали. Еще один вопрос. Очень-то важный. Давайте. Сейчас вы продиктуйте. Продиктуйте, пожалуйста. Присутствую. О том, что клиент не готов предоставить паспорт и считать недействительным. И этот полискал паспорт в бюджетном марте. Сотрудник удостоверил все в курсе. Мы все допустим. Это что? Наташа, вы можете распечатать, чтобы я сам прочитал? Или на экране показывать? Не знаю. Я вам еще раз повторяю. Я не собираюсь это развивать. Просто внимательно, пожалуйста, относитесь к тому, что вы пишете. Я не хочу отвечать за ваши действия потом. Понимаете? Вот меня под это тоже не надо подводить. И я не хочу, чтобы вы сами себя подводили под это. Не надо этого делать. Просто я прошу человеческий, чтобы помочь решить мою проблему, вы начинаете писать недостоверные сведения. Не надо так делать. Информация о том, что клиент не готов предоставить паспорт, считать недействительный, клиент прописал паспорт, пролискал паспорт, в том, что клиент не готов предоставил другие документы, заседающие личность, количество 20 штук. Все отлично. Все отлично. А теперь точно так же оформляем, вот как вы мне оформили другие вот эти обращения, печать, роспись. Вот теперь все правильно. Это ты к тому обращению дополнила, да? Да. Так, еще вопрос вот по выпуску. Да, меня интересовали движения средств по счету за 24-е число. Ну, распечатали за весь год за это текущий. Так вот, не распечатали, а времени-то нет. Как я докажу, что я сначала 1000 рублей перевел, здесь было все в порядке, а потом мне карту заблокировали. Вы имеете в виду время проведения? Да, да, да. Это критично. А вы хотите, чтобы вам банк со временем предоставил? Да, да. Просто там технические, к сожалению, это невозможно добавить? Техническая возможность есть. Девушка Наталья на экране это все видит. Но она, я ей предложил сделать здесь скриншот, распечатать, поставить печать, роспись, мне это устроить. Мы отказали. Я прошу письменный отказ. Тоже отказывайте. Как бы. Мне для суда это критично. А, ну понятно. В принципе, можно же еще одно обращение выставить. Просто нам нельзя делать скрины вообще даже в целом. Украина как бы, она может, да. Возможно. Да, ты посмотри еще обращение. Да не надо, подождите. Не надо еще одно обращение. Ну вот как надо? Вы с этими обращениями уже весь этот, всю Москву завалили. Я просто подложила. Элементарно. Вот я захожу с Бирбанком онлайн, да, раньше заходил, сейчас не могу. Там всегда на любую операцию. Есть время. Конечно. Почему здесь нет времени? Потому что вот формат распечатывания столько в таком виде. То есть он нас так... Это быть такое не может. Вы хотите рассказать, что вы не... Дайте мне официальные письма на ответ. Официальные письма на ответ. Мы с Стройниками не имеем права. Только банк может. Поэтому мы не задаем обращение. Наталья Петровна. Понимаете? У нас нет полномочий писать такого. Вот вы, женщина, вы можете поплакать. А мне что делать? Да, Наталья. У меня нет никакого положения, а идти не может. А давайте так и делать. У меня есть ситуация. Я стараюсь решать. Да. Мы можем конфетат сделать. Потому что у нее даже других возможностей. Как бы она не хотела бы вам помочь, она этого не может сейчас сделать. Я же понимаю ваш вопрос. Тогда отпишите новое обращение. Да. То есть необходимо полную подробную информацию, но с указанием времени. Какой смысл мне? Вот в этой выпитке, если там времени указано, ни одной операции. Ну какой смысл? Ну он подательно ориентируется. Не, Наташа все сделает, не переживайте. У нас в случае, где-то. Все хорошо. А там, где-то. Клиент интересует отчет по карте за период с 1 января 2022 года по 14 февраля 2022 года. Необходимо указать точное время проведения операции. Данная информация важна для клиента. Отчет предоставленный в ВСП, офис банка. Не содержит информацию о точном времени операции. Информацию предоставить на бумажном носителе наручно. Слово наручно не звучит, а то вы мне вышлите куда-нибудь. Или скажете, смотрите, отчет подготовлен в Сбербанк онлайн, смотрите. Они могут так сделать. Я потом не буду искать. Указываю, что документ необходимо предоставить официальный на бумажном носителе. Наручно. Наручно, да? Обратите внимание, в предыдущие обращения, там есть идентификатор обращения номера, такого-то числа. В последнем вы распечатали без номера обращения. То есть я вас сейчас попрошу дописать номер обращения вот здесь. Но он будет соответствовать вот этому. Допишите, собственно, наручно, потому что это отдельная бумага. Не прошита, не шита, не заверена печатью. То есть, ну, отдельно. Но я могу перепечатать. Давайте с номером вот этим. Печать, разпись. Подождите, подождите. Когда перепечатать, я вам этот отдам. Жду. Ну, что первое, да? Просто я это делаю в одной программе, чтобы мне посмотреть номер. А, номер, пожалуйста. Мне нужно завершить вот то, что мы сейчас. Ну, бумагу я не хочу давать. Сейчас, наверное, придется перепечатать. Почему? Из одной буквы. Слово наручно знаете, как это пишется? Наручено. Нарочно? Нет, нарочно это наручно. Нарочно. Это то есть специально. А наручно это на руки. Лучше напишите на руки. И все. Потому что наручно означает специально. В русском языке. Ну, прочитал статью. Правильно по русскому языку писать на руки. На пробел руки. Все, отлично. Все, отлично. Жду ответа. Много дачи. Потому что общение вам поставили. Ни один вопрос решен не был решен надлежащим образом. Оценка минус один. А где можно будет поставить? Но не вам. Это Сбербанк. У нас оцениваются сотрудники. Именно сотрудники? Да. Оценка минус один. Оценка минус один. Оценка минус один. Наталья, чисто почитаю. Что мне делать? Какую цену поставить? Как хотите. Я не буду. Не охота вас огорчать, чтобы вы опять слезы вывели. На будущее относитесь внимательно. Потому что... Не ошиблась в одной букве, да? Это можно... В одной букве, да. Вот даже на буквы имеет значение. Я приношу извинения. Нет, все нормально. Не извиняйтесь, это бывает. Я понимаю, что вы... Если вы не специально это сделали, то прощаю. Благодарствую. Всего хорошего. Всего хорошего. Чисто по-человечески. Вот такие маски заставляли носить на... Пропитаны дексином титана. Именно дексин титана вызывает... Заставляли носить на... Если носите что-то... Если вас заставляют, то носите свое. Не портите себя сами здоровьем. Почитайте про дексин титана. В Северной Корее была эпидемия. У меня вот с *** там легких связано. 2015 года. А откуда вы знаете, чем там пропитано? Вы сертификат соответствия видели? В любом случае это пляж. Это раз. А плюс еще дексин титана именно при дыхании вызывает *** дюйки. Откуда вы здесь? Пропитаны или нет? Я не сразу. Совсем напугали. А вы что напугали? Это правда жизни. Надо внимательно относиться к тому, что носите и что пишете. Благодарствую. Всего хорошего. Что? Я один, но у меня много. Благодарствую. Все мне так говорят. Благодарствую. Ни один из шести вопросов не был решен должным образом. Пришлось подмогнуть. Благодарствую. Всего хорошего. Девушка, Сбербанк онлайн заблокирован. Все. Мне пришлось ее напомнить, что есть такие уголовные стадии, как кровитаз, лживный подлог. Сомнения есть? Нет сомнения. Подпись есть. Испорь не разблокирована. Вчера я приходил с пакетом 20 документов, достоверяющих личностей. Что вам еще надо? Почему? Как? На каком основании? Была операция проведена успешно, а потом была стагнирована. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok